Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня ко мне попала вот эта вот орхидейка, которая нуждается в заботе и влечении. Спасибо большое Олюшка! От меня и от Цветочка вот такую возможность продлить жизнь орхидеюшки. Итак, достаем ее из теплички и проверяем. Смотрим, что же с ней. Орхидея была куплена для Руани Рлен и в один прекрасный момент она просто вывалилась из горшка. Корни все сгнили, вот остались стежи. Тут кое-где видны следы гнили, все вот это черное, корешки, которые уже прогнили, в принципе ничего от них не будет. Итак, что же нужно сделать? Сейчас я удалю чешуйки, шейки растения, потому что они только способствуют, они препятствуют образованию гнили и распространению болезней. Вот они все влажные, хотя тепличка в принципе хорошо устроена была, керамзит сверху сухой. Так, здесь, вот тут есть листик. До всех сторон листики есть, остатки вернее от листика. Сейчас все это мы аккуратно удаляем. Смотрю, вот этот листик, тут черноты нету, в принципе там корешок пророс, вот он этот корешок, но листик еще не отсушивает орхидея, и удалять его я не буду, чтобы у орхидеи всегда был запас неприкосновенный, откуда можно взять питательные вещества в случае отсутствия корней. Вот так вот, корешки с черненькими пипочками, вот этот вот пустой, его удалю. Так, этот плотный, вот этот плотный, остальные плотные, хоть и видны на них черные следы гниения, вот тут вот, вот это не плотный. То, что не плотное, я убираю, потому что это уже сгнивший корень, и никакой пользы не принесет. Так, сейчас я вот эту вот попку сейчас я отрежу, посмотрю, она черненькая, отрезаю дальше, смотрю, тоже вот все, вот вместо среза, и оно не светлое. Зачищаю дальше, иначе может процесс пойти. Вот этот вот тяж уберу с черной, с чернотой вот этой. Вот это тоже уберу. Так, вот, появилась белая ткань, вот такая. Ее сейчас я перекисью водорода аптечный прокапаю, не попадая, стараясь не попадать на корешки. Вот, шипит. Вот так, сейчас прошипит оно, немножко подсохнет. Что же я буду с ней делать? Присылаю сейчас много вопросов, архаманы. Что делать с гнилью? Вот, не чернеет, не чернеет, желтеет листья от основания, это тоже признак гниения. Обязательно нужно листы снимать такие, которые вот с этой стороны начинают желтеть, и смотреть, что там. Это обычно гниль. В данном случае, если орхидея не пересажена, нужно обязательно извлечь ее из субстрата, очистить корни, посмотреть, потому что, возможно, у орхидеи и корней-то не осталось. Вот посмотрите, вот такие вялые листики, в бороздках они. Это говорит о том, что орхидеи питаются за счет этих листиков, а не за счет корней. Что-то неладное. Здесь вот неладным оказалось гниение корней. Это не новость. В магазинах все орхидеи заливаются, поливаются холодной водой. Возможно, приходят они в хорошем состоянии, но один неверный полив, и корни стрессуют, не могут впитывать влагу, и следующий полив уже заканчивается для них гниением. Итак, тут подсохло. Пускай еще немножко полежит, я пока вам расскажу. Итак, сейчас я буду обрабатывать эту орхидею в растворе Максима. Замачиваем вот такой вот препарат. Тут написано, что для цветочных культур используется раствор 2 мл на литр воды. Итак, необходимо погрузить в рабочий раствор на 30 минут, и последующее просушивание должно быть. Вот в такой вот ампуле 4 мл находится препарата. 4 мл. Все, этого достаточно будет. Размешиваем. Попробую хранить препарат, заткнув его спичкой, потому что вот набирать сейчас на него шприц неудобно, так как иголочка засохла там внутри. Наставить препарат не нужно, он разводится, и он уже рабочий. Все, погружаю я. Тут все высохло. Обратите внимание, ничего не нужно мне с ней делать. Подсохло, значит. Впереки сделала свое дело. Я вот сейчас еще немножко шейку зачищу. Вот тут вот в глубине остался вот маленький кусочек. Тут у нас маляночки какие-то достаточно малозаметные. И я ее замачиваю. Замочу вместе с листьями. На полчасика. Затем дам просохнуть в течение пары часов и помещу ее в тепличку для наращивания корней. Итак, прошло 2 часа. Корешки и растения подсохли. И сейчас я буду делать фитиль, так как у меня вот такая высокая емкость, где явно корешки до воды доставать не будут. Вот так вот я разделю у меня джутовая нить, скрученная из нескольких ниточек. Я ее разделю, наверное, на 2. Может быть на 3. Одну еще отделю здесь. Тут 5 ниточек всего. А эти между собой свяжу. Так будет удобно цепляться за корешок. Смысл в том, чтобы подать влагу корешкам. И будет это выглядеть примерно так. Вешаю ниточку сюда. До шейки у меня не касается. Вешаю ниточку вот сюда. И между вот этими корешками вот эту оставшуюся сейчас я продену тоже. Вот так вот. Аккуратненько, чтобы ничего не повредить. Вот. Получился вот такой вот замер. Завязочка. В эту емкость я на дно набираю воду. Думаю, столько будет достаточно. И хочу помочь цветочку вот таким препаратом. Его все хвалят. Хочу попробовать дать ему сил. Формулекс. У него раствор 5 мл на литр. Ну вот я ему где-то пол, чуть меньше полмиллилитра скапну. Потихонечку по веревочке будет подниматься. Веревочку. Опускаю. Сейчас еще сюда пониже ее. Вот, вот, вот. Вот так она останется. Проверяю, не касается ли нигде шейки. Вот здесь вот, с этой стороны немножечко приблизилась ниточка. Сейчас я ее еще укорочу. Потому что все-таки она длинноватая. И вот этот вот целый моток не нужен. Так, вот все. Отлично все поместилось. Ниточка намокнет. Корешочки также поделенеют. Сейчас они серенькие, потому что хорошо подсохли. Поставлю на досветку, на стеллаж с лампой. И сегодня у нас четверг. Возможно, в выходной я еще раз цветочек в Максиме подержу. В таком же растворе. Мазать не хочу шейку. Она, в принципе, чистая. Есть вот местами. Поэтому профилактически еще раз замочу. Все, спасибо большое. До скорых встреч. В зеленых корешочках вам здоровых цветочков. И всего самого лучшего.